В местах добычи ископаемых, где мы искорежили землю позорным выкапыванием ям и котлованов по всей территории страны, мы считаем, что сможем построить подземные центры искусства, музыкальные центры, украсить землю садами и водоемами, тем самым возродить эти места. Это похоже на железнодорожную станцию. Мы надеемся, что нам удастся очень быстро вытеснить автомобили за счет создания новой транспортной системы и также предложить замену всей авиации, кроме исследовательской. Мы считаем, что вертолеты и другой воздушный транспорт больше не нужны. Более того, небо очень загружено, посадка очень сложна, а скорости и ударная волна уже не стоят того, чтобы над ними работать. Я знаю, что люди в авиационном бизнесе этого не понимают и не хотят понимать, потому что каждая организация старается сохранить себя. Мы надеемся постепенно отказаться от самолетов, создав транспорт, который сможет двигаться со скоростью до 3000 км в час, паря над магнитным полем или на воздушной подушке. Эти огромные поезда будущего будут оснащены телевидением, радио, развлечениями, центрами искусств, обучающими классами, а не просто расставленными в ряды сидениями, как в поездах сегодняшнего очень регламентированного общества. В нашем обществе будут другие транспортные средства. Если нужно высадить 40 или 50 человек, поезд замедляется до 160 км в час, пассажирская секция поднимается, либо сдвигается в сторону, и на ее место встает новая секция с отбывающими пассажирами. Не придется останавливать поезд или сажать самолет. Сегодня, если сходят 3 или 4 человека, самолет вынужден сделать посадку. В будущем же мы сможем просто отсоединить секцию с выходящими пассажирами или доставленным грузом. Как можно будет добраться, скажем, из Майами в Лондон? Для этого есть подводный проект, в котором тоннели закреплены на глубине 40 метров под поверхностью моря. Таким образом, мы избавимся от большей части надводного транспорта, который сильно зависит от погоды и всего остального. Это часть линейно ускоряющегося поезда, который доставит вас в любую точку мира всего за несколько часов, с комфортом, без снега и дождя, и страха потеряться в море. Достаточно ли у нас знаний, Жак, чтобы построить все это уже сегодня? Или же вы лишь предполагаете, что мы сможем сделать это в будущем? Нет. У нас достаточно знаний, чтобы построить все это уже сегодня. Понадобится 10 лет, чтобы изменить облик планеты и превратить ее во второй райский сад. Выбор за вами. Глупость гонки ядерных вооружений, разработка оружия, попытки разрешения проблем политическим путем, выбирая ту или иную политическую партию, вся политика погрязла в коррупции. Я повторюсь, коммунисты, социалисты, фашисты, демократы, либералы. Мы же хотим привлечь всех людей, все организации, которые верят в лучшую жизнь. Нет проблем чернокожих или поляков, евреев или греков. Или проблем женщин, есть общечеловеческие проблемы. Приходите, присоединяйтесь к социокибернетике и работайте. Мы не разделяем общество на группы или слои. И никакого контроля рождаемости? Контроль за рождаемостью зависит от образования. Мы считаем, образованное население не нуждается в контроле. Вы не будете запрещать секс? Нет, сэр. Хороший кот, Жак. А это что? Некоторые люди захотят жить далеко за городом. Как далеко от города вы захотите жить, зависит от вашей системы ценностей и стиля жизни. В этом обществе нет ограничений. Это не 1984. Это не о дивный новый мир. А что-то абсолютно новое. Мы бы хотели, чтобы вы ознакомились с социокибернетикой. Я позже сообщу адрес для тех, кто захочет узнать больше. А здесь вообще что-то странное. Некоторые захотят жить в домах другого типа. Меня, например, интересуют глобальные проекты и экологические изменения, поэтому стены моего дома будут оснащены панорамными экранами, с информацией, которая мне интересна. Ваш дом может быть другим. Он будет спланирован под ваши потребности. Дома будут литыми. Никто не будет платить строителям? Нет. Зачем они тогда будут строить? Они строить не будут. Дома будут создаваться в устройствах, которые могут формировать дом каждые полчаса путем надувания из плоской пластиковой заготовки. Таким образом будет получен не только дом, но и мебель, которая будет окрашена также автоматически. Другими словами, если наша страна собирается просуществовать еще 20 лет, то мы не можем допустить, чтобы унитаз, раковину и душ устанавливал слесарь старым способом, вручную, как это было еще 40 лет назад. Нам придется сделать квантовый скачок, отлить, скажем, 15 видов ванных комнат. Вы выберете ту, которая вам нравится. Она моет и сушит себя сама, и будет установлена в вашем доме, согласно вашему выбору. Продолжение следует...